Здравствуйте, Козероги! Это совет Купидона для вас на июль 2016 года. Я использую Таро Джейн Остин. Название колод вы всегда можете почитать под видео. В атмосфере месяца у вас девятка монет. Что может помочь стать счастливее и довольнее в личной жизни? Это паш монет. И что может помешать король? Здесь лорд перьев, король мечей. И я помню, что я говорила вам в общем раскладе, чем вызвало недоумение по поводу каких-то судебных тяжек с родственниками. Но здесь опять у меня это лезет, вот эта информация. Может быть, потому что, ну, во-первых, на дне колоды, я вам сейчас покажу просто почему, на дне колоды вышла юстиция, правосудие. И здесь все монетки, и тут король мечей в антисовете. Может быть, кто-то, если для тех, для кого это актуально, если вы вовлечены в какие-то судебные тяжбы с родственниками, с близкими людьми, просто, и может быть, вы не знаете, что, ну, не знаю, например, делаете больно кому-то, потому что король мечей, он может быть очень жестоким, он может настолько быть жестоким, что даже не понимать, но этого не понимать, не чувствовать. То есть он, как бы, ему кажется, что он такой, знаете, как строгий, но справедливый, на самом деле может переходить границу. Это не значит, что вы должны все свои финансовые интересы, как говорится, по боку пустить, потому что девятка монет — это как раз забота о финансовом благополучии, какие-то личные цели, достижения. Паш-монет — это тоже такой вот практичный персонаж. То есть это вам советуется, Бога ради, но не будьте жестокими с близкими людьми. И, может быть, карты говорят о том, что, ну, как можно, если так поступать, то потом можно остаться в глухом одиночестве. Ну, это так на всякий случай. Может быть, кто-то, действительно, у кого-то такая вот ситуация, и вы не понимаете, что там кто-то уже веревку мылит, а вы все давите и давите. Здесь еще по девятке монет вот этот вот человек сидит в саду, такой вот, ну, не знаю, достойный, проживший хорошую жизнь, но одинокий. Я еще подумала про людей, кто овдовел, например, вдовцы, вдовы. Если это уже какое-то время назад было, то, видите, по королю мечей это может помешать вам быть счастливыми. То есть вот это вот, знаете, все уже позади, ничего мне не светит и так далее. И все. И так и доживу свои дни. Будет мешать вам быть счастливыми. Не стоит так себя вести, потому что папажу монет. Во-первых, кто-то может проявлять к вам интерес. И если такое в вашей жизни происходит, то карты советуют принять это предложение хотя бы на уровне пока что дружбы, общения, дружеского общения такого, ну, просто ради того, чтобы взаимодействовать с человеком, с людьми, ради того, чтобы жить жизнь дальше, продолжать. Если у вас есть дети-внуки, то, может быть, их в июле есть смысл пригласить к себе на сколько-то, на какое-то время. Они наполнят ваш дом смехом, радостью. Там будет шумно и весело. Для людей свободных девятка монет. Тоже месяц, опять-таки, личных достижений. Какие-то у вас есть планы, цели. Может быть, с этим пажом монет. Может быть, кто-то какие-то курсы берет, да, кто-то что-то изучает, чему-то учится, совершенствует себя, так сказать, увлеченно занимается своим хобби. И это прекрасно. Но не забывайте, что вот сухарём, слишком много времени уделяющим своему развитию, карьере, достижениям, оно вас немножечко обделяет в плане общения с людьми, в плане налаживания своей личной жизни. Потому что король мечей, видите, он стоит в качестве помех. Людям семейным. Девятка монет. А что хорошая атмосфера? Замечательно. С пажом монет, если кто-то из козерогов хочет детишек и думали, не попробовать ли нам, не хотим ли мы, или как-то так, то, в общем-то, карты вам рекомендую, потому что может быть хороший месяц для зачатия. Спокойный месяц. Девятка монет – это спокойствие, такой вот тихий успех, приятный комфорт, комфортная жизнь, какие-то радости, какие-то совместные достижения с партнёром. В общем-то, всё идёт своим чередом. Папажу монет. Пробуйте что-то делать по-новому. Сами, ну, в смысле, свой образ действия, мышление меняете. Немножко комфортно, без всяких, без надрыва. С партнёром что-то по-другому попробуйте сделать. Король мечей – сухость. Чёрствыми сухарями быть не надо, потому что это будет мешать. Излишняя строгость в отношениях, по отношению к партнёру. Такое вот, знаете, когда мы аскетичны, сами аскетичны, и партнёру, типа, нечего тут разгуливаться, нечего себе лишнего позволять. Король мечей, вот он, видите, как не рекомендуется. Потому что Паш Пентакли – это всё-таки вот такое, знаете, как, какие-то удовольствия маленькие, приятные радости, покупочки, может быть, заняться бытом, что-то полезное сделать для здоровья, интересное, то, что вам нравится, что-то попробовать по-новому. Так что у козерогов месяц сулит быть спокойным, хорошим месяц каких-то достижений, личного характера. Так что, дорогие козероги, я вам искренне желаю радости, любви. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова